МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ. В студии Игорь Поздняк. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Безопасность на границе. Как выдержали экзамен во время чемпионата мира защитники рубежей? Президент принял с докладом руководителей силовых структур. Сорванные крыши, затопленные здания. В Беларуси устраняют последствия непогоды. С подробностями Ольга Пласовец. В стране началась выплата денежной помощи ветеранам Великой Отечественной. Финансовую прибавку получат более 50 тысяч человек. Легендарный танк Победы. Музей истории Великой Отечественной войны пополнился новым экспонатом. Точную копию Т-34-85 увидела Анастасия Бенедесюк. Народные традиции в металле. В рамках фестиваля национальных культур в Бродно приехали лучшие кузнецы Беларуси. За работой мастеров наблюдал Юрий Корнелович. О безопасности на границе говорили сегодня у президента. Александр Лукашенко принял с докладом главу Госпогранкомитета Леонида Мальцева и госсекретаря Совета безопасности Александра Межуева. Пришла о современной системе охраны рубежей и повышении уровня пограничной безопасности. Глава государства дал ряд поручений по оптимизацию структуры и более эффективному использованию сил и средств, имеющихся в Госпогранкомитете. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что намерен лично побывать на границе нынешним летом и в частности ознакомиться с развитием туристического потенциала белорусских островов на реке Западный Бук. Я в этом году хочу летом побывать на границе где-нибудь, ну, может быть, там, где служил или начинал службу. Тем более, что там были даны ряд поручений, особенно в районе Бреста, 11-10 пограничных заставах, если они продолжают так именоваться еще. Но по тем временам хотел бы я посмотреть эти участки, особенно вот эту зону наших островов на Буге, которую мы хотели сделать туристической. И мне Сумар обещал, что он сделает все для того, чтобы там были туристические тропы. Это весьма интересно для людей. Я уже не говорю там о коммерческом доходе, это тоже бы не в убыток было, но с точки зрения патриотического, военно-патриотического воспитания для нас бы очень важно было бы привести. Но он мне обещал три года назад привести в порядок территории все эти катакомбы, которые там остались, развалины, руины. Ведь это было скрыто от людей. И думаю, что там можно было задействовать, предложить телевизионный вариант или киношный. Они с удовольствием там будут снимать фильмы, потому что лучше места не найдешь для натуральных съемок. Поэтому целый ряд был поставлен задач, и я хотел бы посмотреть, как решены эти вопросы. Граница охраняется в штатном режиме. Проблем каких-то крупных в охране государственной границы нет. Ваши поручения, отданные на совместные коллегии, безусловно, выполняются. Своеобразным экзаменом системы охраны границы стал недавний чемпионат мира по хоккею. По словам Леонида Мальцева, задачи пограничники справились успешно. Обстановка на границе была стабильной и контролируемой. А ведь только правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались десятки тысяч иностранных болельщиков. В отдельные дни в страну въезжало до пяти тысяч человек. Самые частые гости – латыши, литовцы и финны. Кроме того, огромное количество болельщиков въехали через белорусско-российскую границу. Опыт, особенно сейчас пропуска через государственную границу участников чемпионата, показал, что наша система работает нормально и успешно справилась с задачами. Хотя, согласитесь, задачи были не просто сложные, а за короткий промежуток времени нужно было пропустить тысячи человек и с этим справились. Поэтому система работает, система надежная. На юго-востоке Украины продолжаются боевые действия. Сегодня в эпицентре событий оказался Луганск. Весь день там шли локальные бои. В ходе противостояния между сторонниками федерализации и силовиками погибли как минимум пять человек. Еще десятки местных жителей получили ранения. Из жилых кварталов Луганская эвакуирует население. Не менее напряженная обстановка сохраняется и в Донецке. Там неизвестные обстреляли из гранатомета здание, где находилось правительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. К счастью, пострадавших там в результате атаки нет. По последним новостям с политического фронта, силовая операция на юго-востоке страны продолжится до тех пор, пока ополченцы не сдадут оружие. Вот как смотрят на политический кризис в Украине рядовые жители глубинки. С этим вопросом наша съемочная группа проехалась по селам белорусско-украинского приграничья. Репортаж Юлии Бешановой. От украинского села Млынова до белорусских старых борок, что называется, рукою подать. По прямой не больше двух с половиной километров. По обе стороны границы говорят на одном диалекте и даже поют одни и те же песни. Зеленая ежи то застелом, хорошие хлопцы застелом. Знакомую мелодию уже на заграничном белорусском поле слышит родная сестра Ирина Андреевна Кристина. Она, как рассказывают односельчане, 40 лет назад пошла в соседнюю деревню за хлебом и вышла замуж. Несмотря на разный цвет паспорта, в белорусской и украинских деревнях внимательно следят за последними новостями. Проживай его. Да, на нашего убивают. Вот, сегодня я смотрела телевизор, 14 человек снова убили. Да, это нехорошо. Что же мы сделаем? Это все, ничего не сделаем. На этого президента нет у меня надежды. А может. Мога иди наоборот. Что будет, что лучше. Ну, увидим. У нас выборы прошли нормально. Тише на никто. Все-таки выборов у нас не было. Чтобы так спокойно. Конечно, переживаем, что может и до нас пройти воно все то и простому сельскому жителю выжить, рубить, как сдужеешь и все. И чтобы мир был. Конечно, мир. И чтобы пенсию получали большую. В соседней деревне говорят, как лихорадит Украину. На белорусских подворьях чувствуется даже через пограничные кордоны. За соседей переживают. Но в гости, даже по доброй памяти, пока ходить опасаются. То, что творится на Украине, это я даже у моей голове не укладывается настолько, поскольку мы жили дружно. Простому смертному надо что? Мир, тишина, спокойствие, дружба. Для белорусско-украинского приграничные интернациональные семьи не редкость. В каждом дворе кто-то из родственников, обязательно гражданин соседней страны. У украинки Екатерины Пархом с белорусским гражданством племянники. Сегодня больше всего она радуется тому, что они живут мирно. А страх изрожить своих двоих сыновей не может избавиться ни на минуту. Главное то, что гинут наши дети. И мы, например, я не знаю, как там ищет думка материного. А у меня моего сына забрали товарища. И мать плачет, а женщина плачет. Конечно, мы хотим так, чтобы у нас был порядок. По-перше, порядок. И, по-перше, чтобы мы были материально хоть чуть-чуть забезпечены. Чтобы не только забезпечены были чиновники. В Сирии день тишины перед президентскими выборами. Голосование состоится уже завтра. В стране повышены меры безопасности. За главный пост в стране будут бороться три кандидата. В том числе и действующий президент Башар Асад. По предварительным прогнозам, он лидирует в гонке. На данный момент за него готовы отдать свои голоса около 70% избирателей. Отмечу, в истории современной Сирии это первые президентские выборы, которые пройдут на альтернативной основе. Ранее глава государства избирался на общенациональном референдуме. В Сербии устраняют последствия масштабного наводнения. Из-за разгула стихии, в общем, пострадали более полутора миллионов человек. Большая вода разрушила тысячи строений, в том числе и жилые дома. Более 30 тысяч местных жителей эвакуированы. Хотя уровень воды с каждым днём снижается, синоптики предупреждают, что сербов ждёт другая проблема — оползни. Власти уже подсчитывают убытки, нанесённые стихией. Только по предварительным данным ущерб оценивается примерно в миллиард евро. Более 23 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за паводков в Сибири. Наиболее сложная ситуация остаётся в Алтайском крае. На данный момент в регионе затоплены 60 населённых пунктов. В результате разгула стихии разрушено 15 мостов, несколько автомагистралей. По последним данным, жертвой паводков стал один человек. Ещё несколько местных жителей числятся пропавшими без вести. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий задействованы лодки, авиация и специальная техника. Напомню, причиной половодия на реках стали обильные дожди. За несколько суток в регионе выпала двойная норма осадков. Беларусь тоже приходит в себя после разгула стихии. Грозовой фронт и порывистый ветер накануне принёс много неприятностей жителям разных частей республики. В Минске всего за пару часов выпало рекордное количество осадков. Примерно пятая часть от месячной нормы. Сильное ливни ожидается в Минске и завтра, предупреждает синоптики. А спасатели советуют не парковать автомобили в местах возможных подтоплений. Хроника непогоды. В репортаже Ольги Волосовец. Надежда Александровна до сих пор не может отойти от визита непрошенного гостя. Крыша без шифера, телевизор без антенны, деревья без веток. Град, ураган и ливень сплошной стеной. Непогода заметно похозяйничала во всей деревне Моисеева Горецкого района Могилёвской области. Очень было страшно. Град, ураган, крутило как будто такое ощущение, что вокруг дома крутят всё. И шифер летал, и антенна порвала, кабель всё разорвала, залила весь дом. В Горецком районе стихия оставила заметный след на свинокомплексе, мастерских и зерносушилке. Но больше всех пострадала строящаяся молочно-товарная ферма в агрогородке Ленино. Без крыши остались оба коровника и доильный зал. Строители говорят, что восстановительные работы затянутся на несколько дней. Усерба большой, конечно. Сколько тут, ну а, 10-15 минут прошло, всё это сотворилось. Работы непочатый край. Стихия затронула и столицу. Сильный ливень, обрушившийся на Минск, подтопил проезжую часть и поризовал движение транспорта. Пострадали и жители многоэтажек. С последствиями сильного ливня пришлось столкнуться и Марку Иосифовичу. Ещё вчера его квартира в доме на проспекте независимости больше напоминала Венецию. Сегодня он вместе с супругой подсчитывает убытки. И, к слову, не впервые. Каждый раз, как только начинается дождь, в семье Морошек ждут беды. И уже заранее готовят ведра. Вода стала литься над окном моей кухни. Часть воды попадала на подвесной потолок и проливалась уже с потолка на пол, на стены кухни. Отвратительно себя чувствовали. С потолка постоянно льётся абсолютно грязная вода. Абсолютно грязная. Я вечно мокрая, грязная. Спастись невозможно. Куда-то уезжаем. Мы должны всю бытовую технику выносить из кухни. Всему виной неисправная водосточная труба. Во времени погоды она превращается в Ниагарский водопад. И фонтаном из дождевой воды заливает балкон седьмого этажа. А оттуда вода попадает к соседям снизу. Казалось бы, решить проблему проще простого. Но, похоже, известное в России выражение о двух бедах у нас получило свою интерпретацию. Погода и нерасторопность коммунальщиков. Десять лет заливает балкон, балконную дверь, заливает кухню во время сильных дождей. И неоднократно обращались в ЖЭС. Стена вот-вот вывалится, наверное. Жильцы переживают, что балкон может обвалиться наголово прохожим. Стоит отметить, что под угрозой разрушения оказался не просто жилой дом, а храняемая историко-культурная ценность в самом центре столицы. Тем не менее, ВОЗ и ныне там. Многократные обращения жильцов в ЖЭС с просьбой решить проблему не помогают. Жильцы из 48-й квартиры обратились снова. И как бы сегодня будем выходить туда и смотреть. Просто надо был доступ в квартиру, где находится балкон, и где непосредственно проходит колено этой восточной трубы, чтобы выйти и основательно посмотреть, в чем может быть причина. К слову, и завтра синоптики обещают дожди, ливни, град и оранжевый уровень опасности. И такой характер погоды сохранится до конца недели. Поэтому МЧС рекомендует не оставлять свои машины на проезжей части без присмотра. Ольга Волосовец, Ирина Недобоева, Сергей Капустин, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ. Напоминаю, Ваша новость может стать поводом для сюжета в наших выпусках новостей. Своё сообщение оставляйте на форуме в интернете по адресу ctv.by. А ещё связаться с нами можно по телефонам горячей линии СТВ в Минске 290-66-00 и по линии мобильной связи единица 600-700. Православно-католический форум стартовал сегодня в Минске. В белорусскую столицу приехали делегации иерархов двух конфессий более чем из 20 стран мира. Участников форума с его открытием поздравил президент Александр Лукашенко. Это важное событие проходит раз в два года и становится неформальной площадкой для общения. Впервые форум прошёл в 2008-м и был посвящён семье. На этот раз духовенство будет обсуждать роль христианских ценностей в современном обществе. В Европе создалась такая ситуация, когда господствующей идеологией по сути становится атеизм. Или такая форма плюрализма, которая предполагает, что религии нет места в общественном пространстве. Что религия может существовать только на уровне частной жизни отдельных индивидуумов. И нас такое положение, конечно, не устраивает. Мы считаем, что христианские церкви должны иметь право озвучивать свою точку зрения. Я полон надежд и очень впечатлён. Это уникальная возможность обвиняться опытом с братьями и сёстрами. Мы были далеко друг от друга годами и десятилетиями. Я очень счастлив быть здесь. Многие из иерархов приехали в Беларусь впервые. Сегодня представители духовенства возложили цветы к памятнику погибшим воинам в храме памятники в честь всех святых. Православно-католический форум проходит уже в четвёртый раз. До этого его принимали греческий Родос, португальский Лиссабон и итальянский Трэнто. Либеральные взгляды размывают те устои христианские духовно-нравственные, которые заложены в Евангелии. И, как мы говорим, ведь эти основы духовно-нравственные и евангельские – это не измышления философов, это не измышления каких-то общественных руководителей или лидеров каких-то народов. Это откровение Божие. Построим новый детский хоспис вместе. Благотворительный марафон, направленный на сбор средств, проводит сегодня Белтель и радиокомпания. На протяжении дня журналисты рассказывают, как можно помочь детям с неизлечимыми заболеваниями, построив специализированный центр на строительство хосписа. Необходимо собрать 30 миллиардов рублей, сделать пожертвование. Очень просто. Нужно всего лишь позвонить по телефону 8 902 101 400. Благотворительный износ при звонке составит 11 400 рублей. Сегодня в республике началась выплата денежной помощи ветеранам Великой Отечественной. Она приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий указ подписал президент. На финансовую прибавку могут рассчитывать более 50 тысяч человек. На эти цели будет потрачено около 260 миллиардов рублей. Деньги можно получить по месту жительства в течение всего июня. Желаем вам чувствовать любовь и поддержку потомков, ради которых вы рисковали своей жизнью. Поздравления, красочная открытка и конверт с деньгами. Участница Великой Отечественной войны Мария Бусила материальную помощь принимает с благодарностью. Сама ребенок войны сегодня женщина балует любимых внуков. Говорит, с неучтенных в семейном бюджете денег обязательно сделает и подарок детям. Ну, еще так не особо так раз выделяли, знаете, как-то, ну, говорили, но я не думала, что сразу с начала месяца уже так быстренько выплачивают. Ну, конечно, хорошо, что так в нашем государстве такая забота о пожилых людях, о участниках войны. Сумма, на которую пополнится бюджет ветеранов от 3,5 до 10 миллионов рублей. Максимальную финансовую поддержку получат герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, герои соцтруда, которые достойны этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной. Без внимания не останутся и те, кто во время военного лихолетия трудился в тылу, голодал в блокадном Ленинграде. Всего в списках более 20 категорий ветеранов и участников войны. Всего по городу Бресту будет выплачена материальная помощь 658 ветеранам. Сумма выплаты материальной помощи составит 3 миллиарда 400 миллионов. По Брестскому району будет выплата произведена 111 ветеранам. Выплата будет произведена уже с сегодняшнего дня, начиная со 2 числа по 7 июня. К слову, в Брестской области ветеранам принесут выплаты на дом. По всей стране с такими же праздничными конвертами сотрудники почты постучатся в дома более чем 51 тысячи ветеранов. Всего в честь 70-й годовщины освобождения Беларуси государство выделит на помощь этим людям порядка 260 миллиардов рублей. Ольга Коршин, Юлия Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ. Легендарный советский танк Т-34 пополнит коллекцию музея Великой Отечественной войны в Минске. Это точная копия машины, которая во многом определила исход Второй мировой. Воссоздавали макет буквально по крупицам, чтобы в мельчайших деталях передать нюансы знаменитого танка. Анастасия Бенедисюк заглянула в обновленную экспозицию еще не открывшегося музея. Это легендарный танк Победы Т-34-85. Именно он во многом решил исход Второй мировой. Танковый взвод Т-34 первым ворвался и освободил город-герой Минск. И именно его копия теперь в музее Великой Отечественной. Он очень маневрный, высокопроходимый. Через болото, где надо, конечно, где возможно. Через ручеек он преодолевал все это. И хорошее для управления. Александр Федорович, генерал-майор в отставке, боевое крещение получил сразу после военного училища в битве под Сталинградом. Там же за несколько дней научился управлять этой боевой машиной. Вот это место, радиста-пулеметчика, вот здесь. Вот у него пулемет торчит, он там в шаровой установке управляемый, и там возле него радиостанция. Вот командир сидит в тылу за механиком-водителем в башне. А вот тут рядом с ним, с этой стороны башни, заряжающий сидит, тоже сидение. Пушка между нами. К бронетехнике ветеран неравнодушен и сегодня. Под его командованием было уничтожено 12 немецких танков. Сам он четырежды был ранен и дважды горел. Ни одного товарища потерял генерал-майор в годы войны. Мы так уже тогда понимали, что все равно мы победим. Вот мало того, что там нам говорили, а мы сами видели. Поскольку немец аж до Сталинграда дошел, до Волги. Однако у нас танки есть, у нас пушки есть, у нас самолеты есть. И у нас самые главные люди есть. Т-34-85 это привычная 34-ка, но с обновленным корпусом и новой вооруженной пушкой С-53 калибром 85. Танк получил новую башню с более прочной броней. Он стал удобным. Экипаж с четырех человек увеличился до пяти. Теперь в нем есть место и для командира. На поле сражений эта боевая единица вышла в 44-м. Когда танк Т-34-80 появился, оно легче стало. Это уже было на средний танк большое спасение. Когда у Черчилля спросили, какое оружие было лучшим в войне, он ответил, что английская пушка, немецкий самолет и русский танк Т-34. Легендарная советская машина теперь займет почетное место в главном военном музее Беларуси. Анастасия Бенедесюк и Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. И последнее. Огонь, вода и железные трубы. Лучшие кузнецы Беларуси собрались в Гродно. Более десятка представителей этой не слишком популярной нынче профессии. Первыми приехали на фестиваль национальных культур. Стартует он в пятницу, а к этому времени кузнечных дел мастера обещают создать неповторимые шедевры. Причем лучшая работа останутся в Гродно и украсят городские парки и скверы. Юрий Корнилович о том, когда металл становится искусством. Уже с самого утра в гродненских кузнях кипит работа. Лучшие мастера Беларуси собрались вместе, чтобы поделиться опытом и сотворить настоящие произведения искусства из металла. Времени немного. Уже через неделю работы представят на фестивале национальных культур. Каждый мастер стремится выковать что-то оригинальное, чтобы именно его работа привлекла внимание гостей в фестивале. Мастер Алексей Сибирцев, к примеру, воссоздает в металле белорусскую средневековую мебель. Обыкновение получил из старинных белорусских картин, где были гербы похожие. Пытаюсь сейчас сделать в этом же стиле точно такой же герб. В проекте участвуют как именитые мастера, так и начинающие кузнецы. Во-первых, для начинающих это колоссальный опыт, да и подсказка профессионала позволит сделать работу на уровне. Кузнечным делом я увлекся совсем недавно, и когда у меня появился шанс, я сразу же пришел к ребятам для обмена опытом. В принципе, это очень полезное мероприятие, которое передает опыт, различные подходы, техники, и, в общем, очень позитивное общение. Правда, права на ошибку у кузнеца нет. Все работы будет оценивать строгая фестивальная жюри. А лучшие композиции из металла украсят парки и скверы областного центра. Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно. Это все к этому часу. Далее новости главного города страны в программе. Столичная подробность, информационный итог дня, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok